Доброе утро, дорогие друзья! Я вас приветствую из Мюнхенского аэропорта, потому что я лечу в командировку. Я знаю, что очень многих из вас интересует тема работы в Германии на моем канале, поэтому я с удовольствием возьму вас с собой и расскажу чуть-чуть, как проходят командировки в Германии. Ну, самое основное, это то, что работодатель перенимает на себя все ваши расходы во время вашей поездки деловой на передвижение, ночевку и такси, перелеты, все, что связано с работой. Сам отель и билеты на транспорт заказывает для вас фирма, либо же вы заказываете сами и предоставляете чеки, и фирма вам возвращает полную стоимость. Если сотрудник останавливается не в отеле, а у знакомых, например, то деньги тогда ему возвращаются только при предъявлении расписки. Максимальная сумма возврата денег в таком случае всегда определяется Министерством финансов каждый год, зависит эта сумма также от страны или города, но в среднем это где-то по Германии 20 евро максимально за сутки. Помимо этого, на каждый календарный день, который вы находитесь в Динстрайсе, то есть это в командировке, вам выделяется Verpflegung Spauschall. Эта сумма зависит непосредственно от того, сколько часов вы пребываете в командировке. Выплачивают такую сумму, если вы пребываете в командировке больше 8 часов. Значит, за 8 часов или за дни, когда вы либо только приезжаете, либо только отъезжаете из места, куда у вас командировка, платят 12 евро. А если ваша командировка длится 24 часа, то тогда вам выплатят 24 евро Verpflegung Spauschall, но это при условии, что вы путешествуете по Германии. Если же у вас командировка за границу, то тогда это всегда зависит от страны и города. Также ваш Verpflegung Spauschall сокращается, если вы получали в отеле завтраки, либо ужины, и либо же вас кормили в самолете полноценным обедом. Тогда вот эта сумма на день, рассчитанная на, так сказать, обеспечение вашего питания, сокращается, конечно же. Вообще идея вот этого Verpflegung Spauschall, это конкретно пропитание. То есть фирма вам выплачивает как бы компенсацию, неважно, насколько вы там сами себе покупали еду, будучи в командировке, но вам положен вот этот Verpflegung Spauschall. И, к сожалению, в таком случае все чеки, которые вы кушаете в ресторане, там или где-то покупаете булочки, они ничего вам не дадут, потому что у вас положен ваш Verpflegung Spauschall. И неважно, кушаете вы дорого или дешево, сумма все равно одинаковая. Но в некоторых фирмах, как мне кажется, существует также правило, что если вы принесете все чеки за еду, также то вам фирма покроет эти расходы вместо Verpflegung Spauschall. То есть будет именно конкретно ваши расходы покроются. В моем случае, например, у меня вот этот паушаль, поэтому я всегда знаю, что мне определенная сумма вернется назад, и за этого рассчитываю, хочу ли я подороже покушать, либо подешевле. Также несколько примеров вам таких паушалей. Если у вас командировка в Москву, то вам положено 30 евро в день. Например, Санкт-Петербург — это, по-моему, 30 чем-то, Португалия — 36 евро, а Норвегия — 80 евро в день. Также, конечно же, все зависит от самой фирмы, где вы работаете. В некоторых компаниях существует правило, например, что цена отеля в сутки не должна превышать какую-то определенную сумму, либо же, что сотрудники не имеют права путешествовать бизнес-классом, допустим, либо же вместо самолета фирма покрывает расходы только на поезд. Кстати, я там сказала по поводу вот этого Flegung Spauschall, на пропитание, так сказать, выплата. Вам не вернут деньги, если вы сами где-то пошли, купили булочку себе покушать. Но если у вас официальный деловой ужин в ресторане, то тогда при предъявлении квитанции или чека вам, конечно же, вернут за это деньги. Также покрываются расходы на такси, public transport и на все остальные способы передвижения в том городе или стране, где у вас командировка. И еще очень важно, всегда сохраняйте все чеки после вашей командировки, потому что у меня был один раз такой случай. Я в Брюсселе платила за такси около 50 евро из города доехать до аэропорта. И в итоге я этот чек хранила. Когда пришло время заполнять документы для возврата денег в фирме, я не нашла чек, оригинал. У меня был скан этого чека, но оригинал я не нашла. И без оригинала мне не смогли вернуть деньги. То есть я, по сути, потеряла 50 евро на своей глупости, что я не сохранила чек. Поэтому все бумажки, лучше вы потом их выбросите, но везите с собой все. Все чеки с ресторанов, с такси, билеты на самолет. И особенно важно выписка из отеля, именно Rechnung. Это счет не просто ваше бронирование на букинге, а конкретно Rechnung, который вам выдается там в отеле и обязательно на имя фирмы. Ну вот, это был такой короткий экскурс, организационные моменты, связанные с командировкой в Германии. Я сейчас сижу на посадке, уже мы взлетаем. Лечу я, кстати, в Брюссель. По работе я летаю туда каждые три месяца. У нас проект в моей консалтинговой фирме, связанный с, скажем так, европейской комиссией и автомобильной индустрией и лоббированием в этой сфере. Больше, к сожалению, я рассказать не могу конкретно по проекту. Но это очень интересная работа, потому что я кручусь в очень интересных кругах с большими профессионалами в своей области, after sales в автомобильной индустрии. Поэтому я всегда рада, когда у меня есть возможность не только по телефону и по имейлам работать с этими людьми, а также присутствовать там лично, это, конечно же, облегчает процесс. Продолжение следует... Ну что, друзья, привет еще раз. В этот раз уже из дома. Две командировки подошли к концу. Почему их было две? Начнем с того, что я это видео хотела бы посвятить в целом аспекту командировки в Германии. На своем примере показать, как это работа в консалтинговой фирме. И начать надо, наверное, с того, что у меня не совсем такой типичный консалтинг. Первая ассоциация, которая приходит в голову, мне, по крайней мере, когда человек говорит, что он работает в консалтинге, это сразу, оу, ты постоянно в пути, ты постоянно в движении, ты постоянно ездишь к клиентам, вечно живешь в отелях. Да, это действительно так и есть. Если мы говорим о типичном бизнес-консалтинге, то рабочее время где-то 80% из всего рабочего времени консалтант проводит в пути, в офисе клиентов. Например, если базовый офис находится в Мюнхене, и человек живет в Мюнхене, но по работе ему приходится почти всю неделю быть где-то в других городах и там работать, так сказать, в facilities своего клиента и ночевать в отеле, жить в отеле. Это такая очень напряженная работа, как минимум 70-80 часов в неделю. Я сразу скажу, я работаю 40 часов в неделю. У нас консалтинговая фирма, но проекты построены таким образом, что работаем мы здесь, в Мюнхене, в своем офисе. То есть мы работаем удаленно от наших клиентов. Где-то в наших проектах, допустим, почему было вот сейчас, например, две командировки подряд, потому что мы посещали наших клиентов одного за другим. Это происходит в моих проектах, в которых я работаю, каждые три месяца. Иногда эти посещения, как в этот раз, выпадают вот так вот один за другим, что прям подряд. Иногда там есть разрыв недели, но в среднем это каждые три месяца. Я встречаюсь лично с моими клиентами по моим проектам. Но в то же время это не отменяет того, что у нас постоянные созвоны, постоянные стабильные, допустим, телефонные конференции. Как минимум это раз в неделю, бывает и чаще. То есть постоянно идет обмен статуса работой, но личное присутствие требуется только раз в три месяца. Я могу сказать, что в этом плане мне повезло, потому что такой график, постоянно жить как-то в других городах, ночевать в отелях, это, наверное, с одной стороны прикольно, если командировки куда-то очень далекую за границу, скажем, там, Китай, вообще в Азию куда-то, или в Латинскую Америку, в Северную Америку, было бы интересно. Но вот так по Европе кататься, или даже по Германии, по разным городам, это же постоянно одни и те же. Клиенты-то остаются, они-то долгосрочные. Поэтому мне было бы это, наверное, чуть-чуть напряжно. Я люблю приходить домой, спать в своей кровати, каждый день одевать поглаженную одежду, постоянно свежую. Жить на чемоданах мне было бы тяжело. Поэтому я счастлива. Вот такой, это для меня отличный баланс. И не все время в офисе, то есть есть какое-то движение, возможность чуть-чуть попутешествовать, но в то же время более стабильный график. По поводу командировок в Евросоюз, я буду сейчас говорить как украинка, да, чтобы вы имели в виду, у меня здесь видно жительство, но у меня украинский паспорт. Поэтому для меня есть несколько проблем. Так вот, в моем случае, что нужно делать, чтобы поехать в командировку за границу? Существует такой формуляр Enzendungschein. Это формуляр, который, по идее, заполняет работодатель, ну, точнее, я заполняю все данные, работодатель подписывает и отправляет на социальное страхование. Таким образом, работодатель отчитывается, что отправляет своего сотрудника в другую страну Евросоюза на работу. Но в этом формуляре нужно обязательно указать, что это всего лишь временное исполнение обязанностей, это не перевод, так сказать, на другой контракт, другую работу. Это очень важно для страхования. И мне этот shine нужно всегда с собой иметь, чтобы если вдруг что-то произойдет там, в этом случае Бельгии, где я вот была, чтобы у меня всегда был этот shine, как подтверждение, что меня отправил работодатель в эту страну. Такой эндзендунгсшайн нужен не только иностранцам, а всем. И немцам тоже, если они едут в другую страну по работе, они тоже заполняют такой формуляр. В моем случае, почему я специально указала, что мы рассматриваем мой вариант, мою ситуацию, это, допустим, командировка в UK, в Британию, Великобританию. Вот сейчас был как раз случай. У нас начинается новый проект с британским заказчиком. Я также буду немаловажную роль исполнять в этом проекте. И у нас наклевывался, так сказать, воркшоп. Ну, это как такой термин встречи для того, чтобы обсудить детали проекта, что как должно происходить в течение этих лет, на которые покупают нас как консалтеров. И в итоге я не смогла поехать на эту встречу, потому что мне нужна виза. Я украинка, мне нельзя по Евросоюзову могу путешествовать, но вот UK, они, да, уже сейчас не в Евросоюзе, но они и не в шенгенской зоне. Поэтому моя виза, которая у меня есть немецкая, позволяет мне везде путешествовать, кроме стран, которые не входят в шенгенскую зону. В случае с Британией и любой другой страной, куда вам нужна виза, работодатель перенимает это на себя. То есть вы сами оформляете визу, занимаетесь сами этим процессом, работодатель вам ее оплачивает, если это бизнес-виза. Немцам, допустим, нужна виза в Россию. То есть если какие-то есть встречи в России или в Китае, конечно же немцы тоже заполняют все документы на визу, и работодатель всегда это оплачивает. То есть это аспект не только для иностранцев. Но в моем случае с UK мне не повезло, потому что немцам можно без визы, просто по паспорту, потому что они EU, Европейский Союз. А вот украинцам нужна виза. Мой работодатель бы перенял эти расходы. И даже срочная виза, во-первых, стоит безумно дорого, но работодатель мне сказал, что на 6 месяцев рабочая виза, самая дешевая из всех вот этих срочных виз, стоила бы она около 500 евро. Мне бы работодатель оплатил. Но 3 недели у нас было на то, чтобы сделать визу до момента отлета. И мне даже этого времени не хватило на то, чтобы пройти весь процесс. Это срочная виза, на секундочку. В итоге я пролетела из-за моего паспорта. Но к чему я это говорю? Что работодатель перенимает на себя расходы своих работников. Если нужно решать какие-то визовые вопросы, работодатель вас тоже в этом поддерживает. Но тут нужно тоже учитывать. У каждой фирмы свой лимит. Существует бюджет, в котором выделяется определенная сумма на командировки внутри любой компании. Поэтому если этого бюджета хватает на определенное количество работников, которые нуждаются в расходах, тогда без проблем вам никто не откажет. Иногда, когда этот лимит превышен, или вот допустим виза, если бы была прям настолько дорогая, что ее не было бы смысла делать, в таком случае есть выход, это не лететь лично, а через скайп, через телефон проводить встречи с международными клиентами. Что тоже, конечно же, делается очень активно всегда. Но вот личное присутствие время от времени, конечно же, рекомендовано. Хотя бы раз в год, если это долгосрочный клиент. Либо же в зависимости, конечно, от работы. Но в основном каждые три месяца, вот один раз в квартал, желательно лично встречаться, обсуждать статусы. И я лично тоже люблю работать в таком темпе, когда ты с человеком лично общаешься и вместе потом на ланч, куда-то больше на какие-то приватные темы пообщаться. Потому что по телефону, когда созвоны, это чисто по работе. А когда ты лично приезжаешь, то есть еще шанс чуть-чуть ближе пообщаться, что также способствует, возможно, продлению вашего контракта как консультанта у этого заказчика. Я думаю, что все самое основное по поводу командировок я уже рассказала в этом видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас окунула так слегка в свою работу, потому что вы меня часто спрашиваете, Маш, и как ты дальше после учебы? Как с твоей работой? И я вот не знала, интересуют ли вас такие темы, либо вам больше интересно про поиск работы, там интервью и все такое. Так что вот попробовала, сняла от такого плана видео. Если вам зайдет, если хотите, могу вам больше рассказывать о работе. Конечно же, без деталей, все анонимно, но просто сами подводные камни работы в консалтинге, что нужно для этого уметь, куда-то можно развиваться, какие шансы дальше. Я думаю, что такого плана аспекты вам было бы интересно. В общем, напишите мне внизу в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по поводу такой рубрики, так сказать, на моем канале. И вообще, ваши комментарии к командировкам, согласны ли вы, или хотите ли что-то добавить. Буду рада услышать также от вас фидбэк. И я вам говорю спасибо большое за то, что провели со мной это время, чуть-чуть попутешествовали со мной, и также, надеюсь, вам было интересно. Все, жду вашего фидбэка в комментариях, и до скорых встреч в новом видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok